Привет! Сегодня мы снова находимся в студии Moscow Electric Tattoo И сейчас мы зададим пару вопросов к начинающему мастеру, работающему под руководством Никиты Киряева, Лини Маласос Привет, Лина! Скажи, с чего ты вдруг начала заниматься татуировкой? Ну, не знаю... Просто я пришла к тому, что мне надо чем-то заниматься своим И когда-то я ходила в художественную школу в детстве Мне очень не нравилось рисовать точками И, к моему счастью, появился такой стиль как дотвор, который сейчас очень актуален И мне очень интересно работать именно в этом стиле Конечно, мне это очень все тяжело дается Но я старательно учусь И очень хочу дальше продвигаться в это направление Мы знаем тебя как рок-диву Гранжа Скажи, это все в прошлом? Сейчас только татуировка? Ну, в данный момент только татуировка У меня был коврем проект «Маласос», который сейчас не существует Но мы планируем с Никитой Кираевым Ну, теперь мы это еще планируем к группу Пайпу Ну, все еще будет денджа Кстати, мы знаем, что у тебя в самой классной татуировке У кого ты сделала свое первое, когда и что это было? Первую татуировку я сделала в 15 лет Мастера звали Паша Калининг-Кисель Он был бас-гитаристом группы The Stemper Но в то время он был известным тату-мастером Первая татуировка это была «Влетучие мышцы на крестце» В общем, это были такие прям про-таки-про-таки Как у многих они есть И еще несколько татуировок, потом я сделала у него И сейчас уже практически татуировок не осталось Потому что я всех их перебила, к счастью Я знаю, что ты участвовала в «Матрешках» и «Never porn» Эти проекты в прошлом или они еще существуют? Но «Never porn», насколько я знаю, уже не существует несколько лет Так как это уже стало не актуально Проекты «Never porn» и «Матрешка» Они появились примерно в одно время И были очень модные, потому что это было аналогом «Suicide Girls» Но сейчас эта тема уже исчерпала себя И я думаю, что это уже многим стало неинтересно Но «Магда», я с ней до сих пор дружуя Она как-то пытается все это реанимировать Периодически Делать какие-то съемки Но вообще в целом Мне кажется, что уже нет Представь, что к тебе на сеанс взломится пьяный мужик Ну, например, паук в чуду кутежа Что ты будешь делать? Ну, как что? Вольюсь в этот чад кутежа, естественно Пойдем с ним рубиться в моднейший дабл Где рубится 500-600 моднейших мух Ну и так далее Естественно, мы устроим Агалт делай Агалт делай Молт Лина, скажи, какое оборудование ты выбрала для себя? Электрика, машинки, краски? Я работаю индукционной машинкой Леонида Смакина Это российский известный билдер И блоки питания у меня Критика и Эйком Но так как я работаю в Дотворке Мне, в принципе, этого хватает Этого оборудования Представь, что все-таки паук проломился к тебе в студию И требует сделать татуировку на члене Как ты это будешь делать? Член должен стоять, лежать или что-то еще? Ну, этого меня Никита еще не научил Но, наверное, нужно будет транслировать адовешую порну Во время всего сеанса Да, конечно, наверное, он должен стоять А как потом накладывать компресс, как заживлять это все? Ну, не знаю Наверное, так же, как и обычно Накладываешь брайло, конечно Нет, наверное, плохо будет заживать, не знаю Коже-то, да, натянутая должна быть Ой, такие вопросы коварные Так же, сволнусь, как женщина Ну, да, ты как считаешь сама Как он должен заживать? Знаю Ты встречала людей, которые делали татуировки на члены? Да Ну, я видела фотографии То есть, я не видела вживую, но я видела фотографии Типа дракон, у него весь член как голова и как чешуя, а крылья уходят на лобок и на торс Ну, слушай, ну как, я думаю, что нормально все живет, делаешь, но другие слизисты Ну, да, да Я думаю, что, если постараться нормально ухаживать, то все будет хорошо Лина, спасибо за ответы на наши дурацкие вопросы И, может, у тебя есть пару слов к нашим зрителям? Приходите в нашу моднейшую студию, будем дичайше рубиться под околтелой трэш-метал и дико забиваться Ребята, все равно такие музыканты вам нравятся Окей, гугл Японский гитарист Гитарист из Японии, Мояви Гитарист из Японии с татуировкой Гитарист из Японии, Мояви Гитарист из Японии с татуировкой Гитарист из Японии Гитарист из Японии с вырос against Джонин Гитарист из Японии с кооптом